Специализированный госпиталь о приеме больных с коронавирусной инфекцией. То есть развернут он на 110 коек, расположен на двух этажах. В корпусе имеется отдельная лаборатория, отдельная компьютерная томография, кабинет с компьютером и томографом. Там же работают все специалисты, отделение реанимации, кислородная подводка на 50 коек и койки реанимации. Аппаратов ВЛ в настоящее время расположены 5. В закупке еще 10 аппаратов ВЛ. Я думаю, что мы на протяжении месяца получим остальные аппараты. Все, что более мелкое оборудование, практически по потребности все в закупке. Сказать, что сегодня должно быть обязательно 50 аппаратов, это необходимости в этом нет. Потому что если вы читаете литературу, то порядка 60% населения болеет либо бессимптомно, либо легкая степень, которая должна находиться в самоизоляции дома и не требует госпитализации в стационар. И лишь небольшой процент требует госпитализации и наблюдения. То есть, поэтому вот расчетно мы это все предусматриваем и стараемся обеспечить все наше население специализированными койками. Медикаменты в достаточном количестве тоже имеются по госпиталу. При необходимости, если вдруг заболеваемость увеличится, понадобятся еще дополнительные койки. Ну, во-первых, по Саратовской области число разворачиваемых койок под ковид увеличено с 1200 до 2000 на сегодняшний день. То есть, это 600 койок еще на базе медуниверситета. То есть, дополнительно разворачивается. Поэтому Саратов, в принципе, не отказывает для транспортировки. И если мы заполнимся быстро и у нас не будет мест, то в этот момент, в принципе, Саратов готов принимать пациентов, так как это мы делали до прошлой недели, ну, то есть до открытия. Если же, будем так говорить, продолжение ситуации на крайний, на худший вариант, если Саратов не берет, допустим, что другие районы, сам город Саратов достаточно большой в сравнении с нами будет заполнен, то у нас есть еще такой вариант, как развертывание дополнительных койок в терапевтическом корпусе на Балаковке. То есть, там тоже есть порядка 40 точек кислорода. То есть, если, так скажем, ну, не дай бог, ну, это будет необходимо, то мы готовы там сконцентрироваться и силы переместить больных, имеющихся на базу хирургического корпуса или еще в больничный городок уплотнить, а там развернутся дополнительные койки. То есть, мы имеем возможность разворачивать койки дополнительные. Есть определенные сложности с кадрами, потому что состав этот работает в интенсивном режиме, то есть, только могут выходить, даже попить воды через 6 часов. То есть, они все одеты в костюмы противочерные. То есть, это очень тяжелая, так скажем, одежда. И вот сейчас еще будет очень жарко. То есть, мы, конечно, волнуемся за сотрудников. Труд напряженный, поэтому, уважаемые коллеги, убедительная просьба. Берегите себя и своих близких. Сидите, будьте.